МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В понедельник на главном телеканале Якутии еженедельная информационно-аналитическая авторская программа считаю важным. Сразу скажу эпиграф сегодняшнего выпуска. Вы можете игнорировать реальность, но вы не можете игнорировать последствия игнорирования реальности. Дэвид Айк, английский писатель. Почему такой эпиграф и, собственно, какую реальность я имею в виду? Конечно, ту, о которой мы говорим в программе, и, безусловно, ту, которую, по всей видимости, действительно уже нельзя игнорировать, и обеспокоенность, которую выражали граждане России на прямой линии с Владимиром Путиным 15 июня. В связи с этим событием я хочу поделиться с вами двумя важными, на мой взгляд, сопоставлениями. Первое. Обращаются только те, кто пока не решил свои проблемы, отметил президент, комментируя итоги прямой линии. В этом смысле мне довольно трудно понять восторг и ложный пафос. Ряда журналистов, с которыми они отмечали, что миллионы россиян направили свои обращения на прямую линию с Владимиром Путиным с наболевшими вопросами. Миллионы россиян. И второе сопоставление, которое как-то сразу зафиксировалось у меня во время просмотра прямой линии. Две недели назад я цитировал фрагмент интервью радиостанции «Коммерсант-ФМ» вице-премьера Ольги Голодец на Петербургском экономическом форуме. Ее спросили. Вы ранее говорили, что вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается правительством. Но, например, Алексей Кудрин, который пишет программу для президента, говорит, что это неизбежно. Кому верить? Ответ. Алексей Кудрин не представляет правительство. Я говорю очень точно. И вы воспроизводите мои слова очень точно. В правительстве эта мера сейчас не рассматривается. И вот 15 июня, отвечая на вопрос молодого и прагматичного участника Уолл Скиллс, президент России сказал, цитата по стенограмме. Вы знаете, что у нас активно обсуждается возможность повышения пенсионного возраста. Некоторые эксперты полагают, что без повышения пенсионного возраста нам не обойтись. Ссылаются на опыт других стран, в том числе соседних государств. И далее. Я считаю, что к этому относиться нужно очень аккуратно. По поводу всяких слухов, что решение уже принято, нет. Решение не принято. Но оно действительно обсуждается. Оно обсуждается на экспертном. И, внимание, на правительственном уровнях. Ну и далее президент говорил о реалиях, с которыми мы сталкиваемся, которые мы должны иметь в виду. Большое спасибо президенту за такой ответ. Во-первых, сама проблема очень важна. Как отмечала в начале этого месяца газета «Аргументы и факты», 15-летняя сага о пенсионной реформе, фактически начатая еще в 2002 году, один из основных внутренних вызовов национальной экономики. А, собственно говоря, граждане страны обращались к президенту в основном социально-экономическими вопросами, безусловно. А во-вторых, полагаю, что многие проблемы, с которыми, опять же, сограждане наши обращались к Владимиру Путину, можно было бы нивелировать, их можно было бы избежать, если бы мы имели реальное представление об управленческих решениях. Вот такое у меня сегодня вступление. Хорошего вам вечера вместе с нашей программой. Телефон нашего прямого эфира 42-38-97. Я хочу представить нашего сегодняшнего гостя, первого гостя, который у нас сегодня в эфире, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, Михаил Дмитриевич Гуляев. Михаил Дмитриевич, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте сразу мы к делу перейдем с вами. Завтра форум открывается, гражданский форум 2017. Каковы его задачи, каковы его цели, какие главные вопросы будут обсуждаться на этом форуме? Кто эксперты приглашенные? Спасибо за вопрос, Владимир. Действительно, завтра, в канун дня национального праздника, горячо любимая с жителями Республики, Дом дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского, перимет участников гражданского форума 2017. Заранее хочу акцентировать, что организаторы форума Общественная палата Республики Саха-Якутия, Совет муниципальных образований Республики, переподдержки правительства Республики Саха-Якутия. Участие форума открытое и добровольное. Организаторы прогнозируют около 600 человек. Возможно, кто-то примет такое решение после просмотра нашего эфира. Буду рад видеть всех. Программа форума выстроена таким образом, что ответы на свои вопросы сможет найти каждый. Это бесплатная юридическая помощь, консультация для некоммерческих организаций, выставка лучших практик НКО и гражданских инициатив, и, конечно, дискуссионная программа. Скажу вам, что она сформирована по запросам общества и настраивает на самый серьезный лад обмен мнениями и выработкой решений вокруг таких тем, как деятельность территориальных организаций, самоуправление, садово-огранических товарищей, развитие социального партнерства и воспитание подрастающего поколения. И обсудим вопрос о реализации Якутии федерального закона о дальневосточном гектаре. Вопросы важные, Михаил Дмитриевич. Может быть, экспертов перечислим? То, что необходимо? Кого необходимо назвать? По приглашению приехали эксперты, их пятеро. Это президент, исполнительный директор от защиты детей от жестокого вращения Александр Испивак и Лариса Байбородова. И представитель Российско-Одельского юношеского центра Мария Коваль. Хорошо. Ожидается ли на форуме присутствие, участие главы республики Егора Афанасьевича Борисова? Если да, то почему это важно так для власти? Я надеюсь, что глава Якутии Егора Афанасьевича Борисов примет участие в открытии форума. Мы знаем, что Егора Афанасьевич поддерживает инициативу общества. Могу точно заверить, что работе форума, в том числе качество модератора Плошадок, примут пять членов правительства. Это известные министры Сардана Гурьева, Евгения Гергорьева, Афанасьев Владимиров и министр образования и науки Владимир Егоров. Вот какой вопрос. Задача, считаю, важна. Сель форума – это открытый диалог и консолидация сил представителей некоммерческого сектора, активных граждан, бизнес-сообщества, общественных советов, органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления с челью организации активного сотрудничества для успешного выступления о развитии Республики Сахай-Якутии. Смысл развития гражданского общества – это избережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства государства. Ну, действительно, главное богатство государства. Вот какой вопрос хотел задать и задам. Посмотрите, экономическая ситуация в общем стране остается сложной, об этом свидетельствовали практически все вопросы, которые были заданы президенту на прямой линии, во время прямой линии. Между тем, объемы финансовой поддержки некоммерческих организаций, социально ориентированных в Республике впечатляют. Приведу цифры. Если в 2011 году такая поддержка составляла, ну, примерно плюс-минус там 360 миллионов рублей, то в 2016 году 880 и чуть больше миллионов. Эти деньги выделяют не только Миномчеству, но и другие исполнители органов государственной власти, и ведомства различные. Вы могли бы сказать, насколько это оправдано, и чем и как возвращаются эти вложенные большие средства? Спасибо. Это важный вопрос. Действительно, в масштабах Дальнего Востока это колоссальная сумма, и, на мой взгляд, это оправдано. На сегодняшний день в стране финансовую помощь некоммерческая организация получает только через механизм субсидий и грантов. В Якутии свыше 2000 некоммерческих организаций, которые различаются по своей организационно-правовой форме и по видам деятельности. Каждый из них имеет право на поддержку. Кто является конечным потребителем? Это общество нашей согражды. К примеру, о рамках субсидий и эсперии поддержки коренных малочисленных народов в Севере для детей с пользой для ума и тела организуется летний отдых непосредственно в местах кочевой, ближе от родителей, которые ведут традиционный образ жизни, приобретаются лодочные моторы, чингоходы для общин и занимаются традиционными видами хозяйствования, поддерживаются проекты, направленные на сохранение родного языка и культуры. В масштабах всего наследия республики это деятельность НКО, к примеру, в сфере патриотического и гражданского воспитания, дошкольное образование, культуры, спорта, благоустройства наследных пунктов. Но, Михаил Викторович, частных юридических лиц и привлекаются добровольцы, труд узких специалистов, без каких сложностей. Волонтеры. Да. И проекты могут оплачиваться, а это уже организация частичной занятости. Хорошо. Ну, смотрите, девиз форума от диалога к сотрудничеству. Ну, во-первых, два вопроса. Кого с кем? А, во-вторых, если мы так говорим, вот от диалога к сотрудничеству, это что, вот до поры до времени, до сегодняшнего дня был диалог, а сейчас мы, этот кто-то с кем-то начнут сотрудничать. Это так? Нет, ну, думаю, не надо воспринимать название форума столь буквально. Посыл девиза состоит в диалоге и объединении усилий граждан НКО, бизнеса, власти, а ради общего блага, который переводит реальным результатом. В природе человека есть свойства, нужно приложить усилия для того, чтобы от слоб перейти к поступкам, реальным поступкам, и все разумное, доброе, вечное. Это самое важное. Хорошо. Ну, такой, в общем, буквально короткий вопрос. Ваши ожидания от форума? Ну, я, как любой участник форума, жду открытого конструктивного диалога, коллегиально выработанных предложений, которые найдут свое отражение в резолюции форума, а затем и в жизни новых практических, теоретических знаний, встреч с единомышленниками и поддерживающих контактов. Так, Михаил Дмитриевич, следующее мероприятие, о котором хотелось бы с вами поговорить. Пятый съезд Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия, который, когда? 22-го, в четверг, да, открывается? 22-го, 23-го пройдет. 22-го, 23-го пройдет. Ну, сколько делегатов будут принимать участие в съезде? Какие общественные объединения будут принимать участие? Ну, будут 370 делегатов. Еще одно важное событие в этой нашей республике. В череде ювелирных дат 5-го съезда общественного движения Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия сама инициатива провести общественный форум Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия было озвучено 25 лет назад. в 92-м году делегатами 1-го Конгресса народа Саха. И само общественное движение Ассамблеи народов Якутии было образовано 20 лет назад по итогам 2-й Ассамблеи народов Якутии в 97-м году. Таким образом, нашей Ассамблеи в апреле этого года исполнилось 20 лет. И 98-го года Ассамблея народов Якутии имеет также статус оригинального отделения Всероссийского движения Ассамблеи народов России. И 2019-й год стал знаменательным годом Республики Саха-Якутия, президентом Республики Саха-Эгором Афнасимом Борисовым. Этот год был объявлен годом и единения, и дружбы народов. В 4-й Ассамблее народов Якутии прошел якутский с участием 350 делегатов. Именно в этом году был создан Дом дружбы народов Республики Саха-Якутия именно Алексея Лисеевича Кулаковского. Михаил Метрович, вот как вы... Нынешний съезд Ассамблеи народов Республики проходит год 380-летия вхождения состав 385-летия. Состав российского государства и 95-летие со дня образования ЯССР и 25-летие Конституции Республики Саха-Якутия. Вот какой вопрос очень важный, на мой взгляд, действительно, хочу задать вам. Смотрите, в релизе этого съезда читаем. По итогам 5-го съезда Ассамблеи народов Республики Саха-Якутии будут приняты документы и рекомендации по укреплению межнационального согласия и единению народов Якутии. То есть, понимать это надо так, что межнациональное согласие в Республике надо укреплять с одной стороны. С другой стороны, то, что мне хочется отметить, что среди вопросов прямой линии с президентом я не помню. Вот в этой четырехчасовой беседе такой прямой линии не было ни одного, который затрагивал не было вопроса, который затрагивал бы межнациональные отношения. То есть, можно так понимать с другой стороны, что все в порядке с отношениями. А как вы оцениваете состояние межнациональных отношений в Республике? Я переведу вам официальную статистику. В 2016 году значение показателя доля граждан положительно на сенустье состояния межнационных отношений Республики Сахар-Куте составляет 73,2%. Отмечается небольшой, но стабильный рост. 7 из 10 человек считают, что ситуация в этой сфере удовлетворительна. Мы, в том числе органы власти, общественность, принимаем меры для того, чтобы этническое самочувствие якутян было удовлетворительным. Никто не чувствовал дискриминации по отношению к себе. Создаем условия для сохранения родной культуры. Этнодеревня, Михаил Митич, давайте к ней перейдем, уже мало времени остается. На какой стадии этот проект сейчас находится? Можете сказать? В федеральном уровне разработан проект закона о социально-культурной адаптации, интеграции иностранных граждан Российской Федерации, который разграничивает полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в сфере социальной культуры, адаптации, интеграции иностранных граждан, принятие закона будет способствовать минимизации таких проявлений в нашей жизни. Что касается резолюции, вопросом укрепления единства российской нации и этно-культурного развития народов России, посвящен отдельной стратегии государственной национальной политики России до 2025 года. Она определяет принципы сели, задачи реализации национальной политики, а в рамках съезда будут выработаны решения, в том числе управленческие направления и совершенствования и реализации политики применительно к нашей республике. Это закономерный процесс. Этнодеревня. На такой стадии находится проект «Этнодеревья». Этот проект требует крупных инвестиций. Городам были предложены ряд локаций, где можно было разместить сразу несколько национальных архитектурных сооружений, объектов и рекреации, в том числе культуры и образования. С учетом плотной, активной застройки центра города. Пока решение о местоположении будущей этнодеревни не принято, но ряд предложений есть. Буквально 30 секунд, даже меньше остается. Ваше поздравление нашим зрителям с предстоящим праздником ИСЭХ. Уважаемые якутяне, я хочу от имени правительства поздравить нашим национальным праздником ИСЭХ. и национальный праздник всех якутян. Все, наше время вышло. Мы уходим на двухминутный перерыв на рекламу. Всероссийский Центр изучения общественного мнения в ЦИОМ 15 июня в день проведения прямой линии с президентом представил данные мониторингового исследования, посвященного изучению проблем, которые россияне считают наиболее значимыми в масштабах страны. Наряду с экономикой и низким уровнем жизни первые строчки народного рейтинга проблем страны уже около полугода занимает тема здравоохранения. Я немножечко озвучу буквально чуть-чуть цифры. По итогам мая первое место в списке проблемных тем заняли низкие зарплаты. 23% россиян назвали их одной из важнейших проблем страны. Кстати говоря, именно из-за низких зарплат где-то примерно по разным оценкам чуть-чуть больше половины россиян не планируют никакого летнего отдыха в этом году. Также с января выросло беспокойство относительно состояния экономики в целом. До 24% в апреле и в мае этот показатель составил 21%. В топ-3 проблем еще в конце 2016 года вошло здравоохранение актуальность данной темы пока не снижается 20% в мае против между прочим 12% год назад. Что отметил Владимир Путин по этому поводу на прямой линии. Цитата «Надо сказать, что конечно мы все хорошо знаем проблемы с медициной есть везде и всегда пациенты так или иначе критически относятся к тому что в области медицины делается практически во всех странах. Но сегодня у нас праздник 25-летия медцентру национальному центру медицины. Я представляю наших гостей второго блока генеральный директор республиканской больницы номер один национального центра медицины Николай Васильевич Лугинов Здравствуйте. Первый заместитель генерального директора по лечебной работе Валентина Алексеевна Савина Здравствуйте. Заместитель генерального директора национального центра медицины по организационно-методической работе Ирина Родионовна Петрова Здравствуйте. Николай Васильевич поздравить с 25-летием НСМ Позвольте вас, во-первых. И во-вторых, сразу с вопросом обратиться. Какие юбилейные мероприятия проводились, проводятся, может быть, будут даже проводиться, не знаю. Ну вот действительно, на той неделе у нас прошли юбилейные мероприятия. Это научно-практическая конференция, посвященная 25-летию со дня основания Национального центра медицины, ну и торжественные мероприятия. Вообще, вот этот год проходит под флагом юбилея, 25-летнего юбилея. И вот в пользу ситуации я хочу немножко рассказать истории медцентра, поскольку юбилей это всегда повод обратиться к нашим истокам. Ну, вспомнить, значит, чтобы мы сохранили память о людях, о событиях значимых. Вообще, история медцентра началась вот в конце 80-х годов прошлого столетия. А история началась с того, что вот нашу республику в июле 1988 года посетили вот министр здравоохранения СССР Академик Евгений Иванович Чазов и министр здравоохранения СССР профессор Анатолий Иванович Потапов. Они ознакомились с реальной ситуацией здравоохранения нашей республики и предложили построить клиникодиагностический центр. А в то время первый секретарь обкома этот Юрий Николаевич Прокопьев и министр здравоохранения СССР Иван Иванович Местников вот горячо поддержали эту идею. И, значит, они вот для проектирования и для руководства строительства этим центром пригласили специально картехирурга из Иркутска, доктора медицинских наук, профессора Всеволода Ивановича Астафьев. Это необыкновенный человек. И именно благодаря этому человеку, я так считаю, что был построен наш центр. И, кстати, вот 14 июня мы установили мемориальную тоску в памяти Всеволода Ивановича Астафьева. Вот он провел очень такую активную работу. И он, значит, работал не только вот здесь, в Якутске, но и в коридорах власти Москвы. И уже, значит, в августе 1988 года было подписано соглашение, значит, между Советом Министров ИССР и английской фирмой Микоцет Лимитед о намерениях по строительству диагностического центра на условиях экспортных поставок уголя и леса. Вот такой вот намерение было. И потом уже все закрутилось. Закрутилось, понеслось, да. И вышло постановление, значит, историческое постановление, на самом деле. Это, значит, 16 августа 1988 года о строительстве диагностического центра в городе Якутске. И уже вот в этом же месяце глав Якутстроя вот начал вот закладку фундамента. Вообще это в то время это был первый опыт строительства с зарубежными партнерами. Там была под ключ построила фирма, австрийская фирма «Солныри Поленский». И они, значит, работали, значит, с привлечением 50 зарубежных фирм-субподрядчиков. Ну, хорошо, мы не можем долго, собственно, оставаться в прошлом. Да, и давайте сразу вот так вот 25 лет перенесемся сюда в наш 2017-й и конкретно в 13 июня, если я не ошибаюсь, 2017-го года. Потому что именно в этот день в Национальном центре медицины была впервые и успешно проведена, и даже во множественном числе проведены 5 операций, да? Кохлеарные имплантации. Кохлеарные имплантации. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Операции проведены впервые. И у нас в республике очень отрадно, что такое событие совпало с юбилеем Национального центра медицины. Подгадывали, нет? Ну, нет, так получилось, совпало, да. Хорошо. Вообще, таких детей, конечно, достаточно много. Вот наша численность и родов, и детского населения где-то в год рождается 15-17 больных с тугоухостью врожденной. И вот эти дети должны оперироваться. И операция – это только первый этап лечения. Самый основной этап – это реабилитация. А мы можем говорить о том, что вы успешно прошли, да? Да, да, да. Оперировал профессор Диаб Хасан. Это специалист из Федерального научно-клинического центра от ареноларинкологии. Приезжал на операцию с аудиологом Мачаловым Антоном Сергеевичем. Ну, а 15-го числа приехал сам главный внештатный лор Минздрава Российской Федерации, член-корреспондент Академии наук Дайхис Николай Аркадьевич. Он остался очень доволен вообще и оснащением нашего национального центра медицины, диагностическими службами мы показали, лор-отделение оперированных детей и вообще организацию с аудиологической службой. Я читал, что мастер-классы проводились в это же время. Какие? Диаб Хасан сделал не только кахлярные имплантации, вот пяти больным, это дети раннего возраста, где-то год-полтора года. Ему ассистировали наши доктора, сурдолог наш Федотова Эльвира Егоровна и наш, конечно, заведующий лор-отделением детским Гоголев Иннокентий Иванович. И, кроме того, он провел еще четыре операции в республиканской больнице номер два, слухоулучающую операцию взрослых, тоже показательные. Это те достижения, с которыми мы приходим к 14-му числу, да, к июня нашего 18-го года. Итак, Ирина Родионовна, теперь к вам, наверное, да. Если говорить о науке, то какие-то, может быть, ну, как это принято говорить, научно-практические конференции какие-то, да? Научно-практические конференции, да. Какие в этом году, что вот, могут ли они считаться юбилейными, почему они таковыми могут считаться? Ну, дело в том, что 2017 год у нас идет под эгидой 25-летия Национального центра медицины. У нас запланировано в течение года 12 конференций научно-практических, что отрадно, они начались практически с января и будут завершаться декабрем 2017 годом. На сегодняшний день уже проведены 8 научно-практических конференций и 4 осталось на 3-й, 4-й квартал этого года. Что отрадно, что эти конференции связаны и предназначены не только для врачей, но и для среднего медперсонала и для разных категорий специалистов врачей. Это были конференции, посвященные вопросам кардиологии, акушерства гинекологии, диагностических возможностей современных. На конец года у нас планируется большая конференция, посвященная детской хирургии, которая тоже отмечает юбилей в этом году, 50 лет детской хирургии. Несколько, две конференции прошли под эгидой актуальные вопросы хирургии в сестринском деле, актуальные вопросы вообще инновации в сестринском деле, Что вызвало очень большой интерес среди среднего персонала всей республики, потому что были приглашены практически из всех центральных районных больниц, из городских медицинских учреждений, ведущие специалисты по среднему персоналу. И были очень позитивные, хорошие отзывы. Основная, самая большая конференция у нас прошла 16 июня. Она называлась «Из будущего в настоящее» с участием ведущих специалистов Москвы и Новосибирска. Из будущего в настоящее. Ирина Родионовна, почему это так важно? Почему, когда многие наши соотечественники слышат слово «конференция», но хочется впасть в ступор такой, как бы, и сразу представляешь себе большой актовый зал и какого-нибудь там дяденьку на трибуне, который бу-бу-бу-бу-бу, и весь зал спит. В чем польза таких конференций? Я думаю, что их можно отнести к расширению кругозора специалистов, повышению квалификации, потому что, как правило, самые интересные, инновационные методы лечения, диагностики как раз рассматриваются и доводятся до большого, широкого круга специалистов. Я считаю, что они носят именно научно, практически. Вот практически очень важное здесь слово, чтобы это не было какой-то там, я не знаю, наукообразным, вот есть такое слово, да, деятельностью. Я думаю, что это как раз обмен опытом, обмен опытом. Да, с этой точки зрения целиком полностью согласен, конечно. Николай Васильевич, если говорить о перспективах каких-то дальнейшего развития, вот вы упомянули в самом начале, что было торжественное собрание, да? Это было какого, 14-го? Да, это вот 16-го, 16-го. И выступал Алексей Дьячковский, да, зампредседателя правительства, да, на этом собрании. Поздравлял. Цитата. Сегодня перед вами стоят новые задачи, направленные на развитие здравоохранения. А вот какие это задачи? Что в перспективе? Значит, вообще, нами разработана концепция развития Национального центра медицины до 2030-го года. И мы с определением основных направлений до 2050-го года. То есть они условно разделены как бы на пятидетки. Значит, есть совершенно четкий план, ну, стратегия развития. И согласно этой стратегии развития мы должны развивать трансплантологию. Допустим, мы сейчас делаем родственную и кадаверную трансплантацию печени позже. Ну, следующий этап – это уже пересадка сердца. Значит, и не только пересадка сердца, но и пересадка костного мозга. Ну, это онкогематологический. Значит, это одно направление. И другое направление – это связано с дальнейшим развитием экстракорпорального оплодотворения. А вот мы об этом поговорим, да, чуть-чуть попозже. Я надеюсь, мы успеем. Так, это второе направление. Значит, вот в основном, вот, значит, это геномная медицина. Вот кахлеарную имплантацию мы уже в этом году внедрили. Значит, касается вопрос персонализированной медицины, это клеточных технологий. Ну, в основном, те же направления, которые уже определены Министерством здравоохранения Российской Федерации. И у нас концепция в контексте. Не только Министерство здравоохранения Российской Федерации, но и в контексте, значит, стратегии развития Министерства экономики Российской Федерации. Понятно. Валентина Алексеевна, раз уж мы заговорили об экстракорпоральном оплодотворении, да, и проблем бесплодия. Я понимаю, что перед республикой стоят грандиозные задачи по поводу 22-го года, но все-таки, насколько актуальна эта проблема для республики, и как они решаются? У нас есть целая программа по экстракорпоральному оплодотворению. Конечно, это очень важно. Должны мы... Важно для ожидаемости вообще в целом. И тут надо сказать, что не только отношения экстракорпорального оплодотворения, еще и вообще по выхаживанию новорожденных, антонатальной диагностики. Это целая программа по выхаживанию новорожденных. Вы, наверное, в курсе, что с 12-го года у нас в Всемирном организации здравоохранения приняты критерии живорожденности, да, то есть сейчас мы должны выхаживать новорожденных 22-х недель гистации, то есть совсем маленькие 600-700-граммовые дети. А наш перинатальный центр, это перинатальный центр третьего уровня. То есть там есть... Что это значит? То есть там все есть диагностические лечебные технологии самого высокого уровня. Которые позволяют? Да, позволяют выхаживать таких новорожденных. И даже не в новорожденных, а уже в утробе матери мы должны заботиться об этом неродившемся еще ребенке. Поэтому есть целая череда программ, разработанная Министерством здравоохранения, и мы отслеживаем уже беременных. И вот беременные, которые имеют какие-то осложнения в течение беременности, гистоза там, да, вот они своевременно приезжают к нам, и практически вот еще чем отличается наш роддом, 66% родов это оперативные роды, и 25% новорожденных процентов это недоношенные дети. Вот эти цифры говорят сами за себя. Оперативные роды и 25% недоношенные дети, да. Понятно. Хирургия, например, да, высокотехнологичная, и еще одно, наверное, направление, да, по которому... Это основное направление. Основное направление. Конечно. Что здесь? Какие успехи или не успехи? Какие... А может успехи? Нет, конечно. Я надеюсь, успехи. Каждый год у нас идет внедрение новых технологий, не только диагностических, но и лечебных. Конечно, клинический центр, это у нас флагман хирургии взрослой. Кардиохирургия, вы знаете, да, вот очень большими темпами развивается, и все же годно расширяется спектр оперативных мешать, расширяется квотирование по высокотехнологичным видам операций. Ну, и эндохирургия, она буквально вот, ну, вошла в реальную жизнь. Здесь эндоскопически сейчас удаляются опухоли, серьезные опухоли поджелудочной железы, желудка, урология вся, выполняется практически эндохирургически, даже есть способы, эндоретропретониальные способы, то есть не заходя в брюшную полость, можно делать эндоскопические операции уже в забрюшенных органах. И кроме того, эндохирургия уже вошла и в хирургии новорожденных. Можете себе представить маленького новорожденного, у которого грудная полость вот таких размеров, там хирурги без разреза, маленькими трубками, они апеллируют, делают пластики, дырки в диафрагме, утоляют части легкого, ну, вот такие вмешательства выполняются эндохирургически. Ну, я снимаю шляпу перед врачами, в частности, перед сотрудниками Национального центра медицины. Да мне и самому, собственно говоря, недавно пришлось прикоснуться к профессионализму ваших коллег, ваших сотрудников. И я еще раз повторяю, что огромное им спасибо, безусловно, абсолютно. Если говорить о указах, да, прошлогодних главы республики, в том числе, пациента, ориентированной медицины. И, кстати говоря, вот я апеллирую сейчас в течение сегодняшней программы к этой прямой линии, которая была с президентом 15-го числа. Цитата. Самое главное – это обеспечить доступность. Это задача номер один сегодня в медицине – обеспечить доступность медицинской помощи. Но речь идет, когда пациента ориентирована в медицине, не только о доступности, на самом деле, но еще вот там есть такое понятие – вежливая, например, медицина. Хочу вас спросить, как это развивается. Действительно, вы правы, что осенью 2016 года вышло два указа главы республики Саха и Якутия. Один указ о дальнейшем совершенствовании высокотехнологической медицинской помощи, который непосредственно тоже определенную лепту вносит в развитие национального центра медицины. И второй указ по поводу совершенствования качества оказания медицинской помощи. Но вот под качеством медицинской помощи, например, врачи подразумевают хорошую диагностику, кадры, совершенную диагностику. Качество медицинской помощи со стороны пациента несколько иначе интерпретируется. И тут важно именно комфортность состояния пациента, когда он переступает в медицинскую организацию. По какой-то там причине, пусть то будет профилактическая какая-то... У нас 10 секунд осталось. Что-то важное надо сказать. Что-то важное? Хорошо. В рамках вот как раз указа был приказ Министерства здравоохранения республики Саха и Якутия по вежливой медицине. И у нас планомерно проводится в Национальном центре медицины очень много мероприятий. Это и семинары, и тренинги. Спасибо вам огромное, дорогие гости. Я еще раз хочу поздравить всех медицинских работников с праздником. Увидимся через 2 минуты. С 2004 года, 14 июня, отмечается Международный день блогера. По данным ежедневного опроса в ЦИОМ «Спутник», понятие блогер стало частью повседневной жизни. При этом самих блогеров сегодня воспринимают уже не просто как писателей-энтузиастов, но прежде всего как людей, зарабатывающих на этом деньги. Но так считают в ЦИОМ и руководствуются при этом результатами опроса. Понятие блогер с годами становится все более общепринятым. За 4 года последних с 26% до 6% с этими сократилось число тех, кто не знаком с этим понятием вовсе. И одновременно с 41% до 69% увеличилась суммарная доля ответов респондентов, способных дать этому понятию то или иное определение. В процессе ведения сегодняшнего выпуска, еще раз говорю, что все время обращаюсь к этой прямой линии, которая была 15 июня, прозвучал вопрос на ней. В мире бизнеса информационная война – это некий инструмент недобросовестной конкуренции. Относиться к нему объективно трудно. В то же время, в последнее время мы слышим и видим, что информационные вбросы в отношении людей, облеченных властью, увеличиваются. Как вы к этому относитесь, спрашивают президента, знакомитесь ли вы с такими материалами. Человек, занимающий мое место, отвечает президент, должен обязательно все это перепроверять и окончательные выводы делать на основе только объективных данных. Мы с вами, к сожалению, хорошо знаем, что средства массовой информации в целом, и интернет в том числе, часто используются для фейков, вбросов и просто для политической борьбы. В гостях два блогера. Здравствуйте. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте, Николай. Добрый вечер. Сейчас вас представят титрами, то есть я могу к вам просто так обращаться. Конечно. Вот еще, значит, потом мы вернемся, я немножечко отмотаю назад, вернусь вот к этой цитате президента, как он это все оценивает. А сейчас еще одна цитата из исследований в ЦИОМа. Тяга к сочинительству, ранее считавшаяся основным побудительным мотивом к написанию блогов, сегодня отошла на второй план. И в то же время чаще у авторов блогов стали усматриваться стремления попиариться. На самом деле, это не я, это цитата. Я сразу хочу у вас спросить, какие у вас побудительные мотивы заниматься этим, собственно говоря, делом, которым вы занимаетесь? Ну, как мужчина, наверное, отвечу первым. Говорите. Ага, да. Ну, во-первых, социальные сети мне показали более молодые коллеги. Так. То есть все-таки я человек более, скажем так, старшего среднего поколения, кому сейчас за 50, скажем. Среднестаршего. Да, среднестаршего, да. Вот. И когда более молодые коллеги мне показали социальные сети, я зарегистрировался и начал как бы постить там фотографии, писать заметки и так далее. И в 2014 году Павел Иванов, который тогда в Яку-Труду занимался дневниками, пригласил меня написать блог. Начать свой блог. То есть у меня как получилось? Ну, сказали, вы хорошо пишете заметки в социальных сетях, да? Может, попробуете написать. Как раз вот мы ездили большой делегацией на презентацию традиционных боевых единоборств России. В Японии были, в Токио. Вот как раз об этом я написал. Это был первый? Нет, первый был просто я сфотографировал бочку со льдом. Хорошо. И сказал, у нас начались зимние хлопоты. И вот это получило полторы тысячи просмотров. Полторы тысячи просмотров, я понял, что людям это интересно. Поэтому такой у меня мотив, как бы, по, скажем так, по предложению. Понятно. Елизавета, ваша побудительная мотива. Я, наверное, один из тех блогеров, которые себя блогером не считают, потому что в наше время это понятие несколько размытое. Я считаю, что у нас в Якутии вообще блогеров раз-два я обчелся, потому что, на мой взгляд, текст правильно обрамленный, да? Фотографии, красивый видеоряд, все это должно быть очень красиво, вкусно подано, содержательно. Я из тех блогеров, в кавычках, которые постят просто все из своей жизни, все о своей жизни, ну, то, что допустимо, например, запостить, о своей работе. И так как я ведущая, и, ну, как публичный человек, людям интересно знать, так я не считаю себя то, что я решаю какие-то остросоциальные проблемы, чтобы Путин мог со мной, например, побеседовать о моем блоге. Я несколько скромная персона. Ну, хорошо, раз уж я об этом заговорил, там, ссылаясь на исследование в ЦИОМ, вы считаете действительно это бизнесом или нет? В основном я имею в виду. То есть для кого-то, да, безусловно, абсолютно. Но таких людей много или мало, вот, относительно всех, кто этим занимается? Есть полностью коммерческие страницы, но они сразу просматриваются это в их блоге. Когда идет 100% реклам. Это видно, вам это видно с первого взгляда? Мне видно это с первого взгляда. Да и многим, я думаю, подписчикам тоже. Например, моя площадка больше это Инстаграм. В Инстаграме более 600 миллионов человек зарегистрировано на данный момент, по-моему, по всему миру. Да. Вот, и когда, допустим, бывают какие-то рекламные посты, я всегда оставляю за собой право не рекламировать ту или иную продукцию, если, например, она мне не понравилась. Вот, я ничего не навязываю никогда своим подписчикам. Что касается заработка, ну, лукавить не буду. Да, заработать на этом можно. Николай. Ну, я недавно читал книгу Мартина Форда о цифровой революции, да, о том, что как будут меняться рабочие места в свете развития цифровых технологий и интернета. И там у него есть интересное замечание, что в интернете, например, в блогах, да, то есть победитель получает все. То есть реальную зарплату, реальные высокие доходы получают максимум 3-5% всех блогеров, которые постят Вот это хорошая цифра, мне ее хотелось услышать на самом деле, да. Остальные, скажем так, идут по не спадающей кривой и получается большинство блогеров, которые открывают свои блоги и так далее, то есть они практически, у них шансов, например, заработать, ну, достаточно большие деньги на своем блоге не очень высокие. У вас есть какая-то узкая направленность своего блога? У меня нет. Нет? У меня тоже особо нет. А как вы считаете, конкуренция, ну, допустим, вот, конкуренция огромная же, наверное, да, среди блогов? Вот у вас, я не знаю, как сказать, широко, там, всеохватный, да, такой, наверное, а кто-то пишет там, допустим, только про медицину или только про что-то еще, да? Конечно, конечно. Конкуренция огромная? Нет, тут не сколько конкуренции, а сколько, как вот пишут о блогерстве, да, например, сами блогеры и так далее, то есть блог должен быть полезным, то есть он должен нести полезную информацию для читателя, то есть человек должен прочитать твой блог, красиво, грамотно оформленный, он должен получить позитивный какой-то ответ на какие-то вопросы, которые его интересуют. А если это просто художественно что-то, собственно, тексты? Если это художественные тексты, это значит блог, это получается чисто как литературное произведение. Нет, когда полностью коммерческое, да, ее нужно все равно стоит разбавлять вот просто красивыми текстами, тем, что действительно интересный читатель, и они тебе простят за это последующие 10 постов рекламы. Да, 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 да. Ну, как-то так. Хорошо. Как вы считаете, это профессия или призвание? Вот на сегодняшний день, точнее так, когда-то, может быть, это было призванием, с этого все начиналось у каждого, наверное, да? Становится ли это профессией? Конечно, становится профессией. Но не у нас в Якутии, я так полагаю. Потому что, вот, допустим, в России у них там действительно реальные заработки, даже дети, видеоблоги о которых ведут их родители, да и которых в частности смотрят мои дети на YouTube, они зарабатывают по 20-30 миллионов в год, эти дети. В месяц, прошу прощения, в месяц. Вот это заработок реальный, я так считаю. А у нас это, ну, доставка суши от Владимира. Недавно одну видеоблогеру, молодую девушку пригласили в Госдуму. То есть это порядок... Это пятилетние, шестилетние дети так зарабатывают. Ага. Вот одну молодую девушку недавно приглашали в Госдуму, я вот ее имя, к сожалению, не помню, да, у ней 15 миллионов подписчиков, то есть. Да. И она перед депутатами Госдумы выступала, пыталась объяснить им, что такое блогерство и с чем его идят, да. Я думаю, что она сама пока не знает, что такое. Да, она сама не знает, и как бы, я читал, как бы, отзывы, да, о ее выступлении, и получается так, что обе стороны не поняли друг друга. Потому что они разговаривают на разных языках, это же новое поколение, ей 18 лет всего. Важен ли ресурс, на котором, там, да, вот находится ваш блог, или это не столь важно, на самом деле? Ну, я думаю, что вот, допустим, Николай выбрал себе там ЕКТ, да, Facebook, потому что там много, именно вот как он сказал, что он старше среднего поколения, среднестаршего, да, где он будет понятен. У меня, например, это Инстаграм. Угу, понятно. Как вы относитесь к анонимности, к сокрытию под никами? Я очень люблю этот вопрос, на самом деле. Я не мог его задать. Понятие троллинг, это, конечно, у нас очень распространено. Прям вот в Якутии, прям очень распространено. Мне кажется, большая половина, у них есть вторые аккаунты, да, где они сидят анонимно, и могут написать любую гадость, могут там побудить каким-то, плохим каким-то действием, да, противоправным, противозаконным, просто оскорбить человека, проходя мимо. Но бывает даже, что это вполне себе персонифицированная страница. Допустим, написано там, Вася Пупков, да, пишет, вот Лиза, ты такая-то, ты сякая-то. И приписать всего лишь четыре буквы в конце, им-хо. Все. И получается, что он не оскорбил, а выразил свое мнение. 15 секунд остается. Внутренний цензор у вас присутствует? Есть. Ну, да, обязательно. Обязательно. То есть, все-таки, невозможно, например, нарушить закон, во-первых. К сожалению, да. Отлично, к сожалению, да. Спасибо вам большое, дорогие гости. С прошедшим праздником вас. Вас наступает. Вы смотрели, да, программу считаю важным. Всего вам доброго. Будьте счастливы. Субтитры подогнал «Симон»!